МОНТРАУЗ Монтроуз по существу являлись первой тяжелой американской командой, выступившей противовесом нашествию британских хард-роковых коллективов. Гитарист Ронни Монтроуз начинал свою карьеру в качестве сессионщика, работая у Херби Хэнкока, Вэна, Моррисона и Эдгара Уинтера. Однако со временем он все больше и больше задумывался о создании собственной группы. Мечты Ронни воплотились в жизнь в 1973 году, когда он вместе с талантливым вокалистом Сэмми Хейгером организовал проект имени себя самого. Оригинальный состав группы дополнили бас-гитарист Билл Чорч и барабанщик Дени Кармасси. В ноябре 1973 фирма Warner Brothers выпустила дебютный лонгплей, ставший первенцем американского металла и самой лучшей работой в дискографии Монтроуз. Спродюсированный Тедом Темплманом альбом хоть и не вошел в лучшую сотню билборд, но впоследствии все же пересек платиновый рубеж. Пластинка, представленная некоторыми критиками, как американский ответ Led Zeppelin, включала в себя такие боевики, как Space Station No. 5, Bad Motoscooter, Rock The Nation и Rock Candy, а также кавер Элвиса Пресли Good Rockin' Tonight. Некоторые песни попали в эфир, но Warner Brothers, похоже, толком не поняли, как нужно работать со своими новыми подопечными и к раскрутке альбома отнеслись спустя рукава. Первым почувствовал неладное Билл Чорч, вскоре после выхода диска уступивший место Аллану Фитджералду. В 1974-м все с тем же Тедом Темплманом был записан второй альбом, Paper Money. Хотя на диске присутствовали и неплохие вещи типа I Got The Fire, на которую потом сделали кавер Iron Maiden, в целом материал из-за стремления Ронни к разнообразию страдал расфокусированностью и уступал помощи и напору дебюту. Как бы то ни было, несмотря на смешанные отклики, продажи шли побайчее, чем в прошлый раз, да и в чартах Монтроуз переместились на 65-ю строчку. Тем временем между Монтроузом и Хейгером началось выяснение взаимоотношений, и их дрязги в конечном итоге привели к уходу вокалиста. Впрочем, Сэмми вовсе не пострадал от этого, поскольку впереди его ждала как успешная сольная карьера, так и слава в рядах Ван Хейлин. Вакансию фронтменов в Монтроуз занял Боб Джеймс, а параллельно в составе появился клавишник Джим Алсивар. Записанный в такой конфигурации и спродюсированный самим Монтроузом альбом с громким названием Warner Brothers Presents Montrose не соответствовал ранним стандартам группы и опять грешил стилевой пестротой. Настоящий хард-рок звучал лишь в первых трех треках обеих сторон диска, в дополнение к чему предлагались каверы Эдди Кокрена и Алана Прайса, баллада All I Need, instrumental One and a Half, а также претензия на прогрессив Уэйлер. После выхода пластинки, осознав печальные перспективы, подал в отставку Фит Джеральд, а бас-гитара перешла к Рэнди Джо Хоббсу. В 1976-м Монтроуз пригласили на роль продюсера Джека Дагласа и предприняли последнюю попытку вернуть расположение публики. Увы, их ожидания не оправдали себя, и вскоре после выхода снова относительно мягкого Jump On It проект был закрыт. Музыканты разбрелись кто куда, а Ронни начал сольную карьеру, а также собрал другую команду – Гамме. Впоследствии к названию Монтроуз гитарист возвращался дважды. Первый раз в 1987-м году, когда вместе с вокалистом Джонни Эдвардсом, басистом Гленном Летшем и барабанщиком Джеймсом Коттеком выпустил глэм-металлический альбом Мин. А второй – в начале нулевых, когда в компании Чака Райта, Пета Торпи, Кифа Сент-Джона и других ветеранов хард-рока гастролировал в поддержку сборника The Very Best of Montrose. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА